итак крылышки у нас есть так они получились хвостик есть начинаем работать над тельцем наши птички середину я поставлю вот такой вот кристаллик кристаллик в цапе за которой можно пришить но предварительно то есть вы должны поставить такой элемент который у вас поместится вот в это вот в это пространство между бусинками предварительно я его приклею приклеиваем мы его не для того чтобы он как-то у нас держался для того чтобы зафиксировать только на время пришива этого кристаллика для удобства небольшое количество клея наносим прижимаем и минутки минутку полминутки держим клею я гелем моментом и пришиваем пришиваю я в две нити так удобнее крест-накрест если у вас нет кристаллика такого в цапе можете взять пуговичку можете взять бусинку какую-нибудь можете кучу бусинок взять и вставить пришить их в серединку в конце концов можно бисером просто прошить середину фантазируйте как вам будет удобно у меня я выбрала такой классическую расцветку мои ласточки я уже показывала что у меня была бежевая ласточка была ласточка такая серо-синяя сейчас я хочу черненькую беленький серебряными вставочками эти я пришиваю несколько раз для того чтобы наш вот этот кристаллик в цапе стоял намертво чтобы он не шевелился не деформировался достаточно все я закрепляю нить это для меня обязательный процесс после того как я сделаю большой пришью какой-то большой элемент и будем переходить уже к самой мордочки нашего нашей птички переходим к мордочке здесь я уже беру ниточку в одно сложение и смотрите у меня выложен бисер 10 размера и примерно таких же расцветок бисер 15 размера мелкий бисер это для того чтобы нам заполнить весь все все пространство нашего фетра где у нас не будет помещаться 11 размер бисера там мы будем использовать пятнашку так первое что я предлагаю сделать для того чтобы глаз был более выразительным вот поставить по одной черной пятнашки глазик у нас черный вот сюда ближе к носику и ровно на другой стороне как бы удлинить глаз здесь надо быть предельно аккуратным и вот у меня немножко я сейчас двину мои крепления браться чтобы можно было войти иголочка именно в то место в которое мне надо чтобы глаз у меня был не грустный а красивый именно пятнашкой вот такие мелкие детали они делают акценты делают из простой броши брошь эксклюзивно два раза я прошила этот бисер 15 размера и теперь перехожу с другой стороны ровно напротив делают пришивая точно такую же бусинку у кого нет пятнашки можно этого не делать достаточно и вот это его черненького братца ссылки набраться вот у меня прям несколько человек спросили ссылки ссылки я оставила и мой совет вот мы используем 4 миллиметра брат но если вы уже будете заказывать у этого продавца они так недорого стоят что закажите сразу и 6 потому что вот 6 я тоже очень часто использую своих брошь я оставила и на 4 миллиметра и на 6 глазик мы оформили вот так вот он получился вытянутый теперь мы переходим к клюву клюв нам тоже надо как-то оформить я пройду вот здесь вот небольшое расстояние вдоль фетра не выходя ни на одну сторону ни на другую и приступлю к клюву и начну я работать от клюва 15 размером на две маленькие серенькие возьмем светло-серый мне даже не серая это бисера прозрачный у меня мелкого сер серого не было я взяла просто прозрачный смотрим чтоб он ровно лег потому что вот это вот самое такое будет на что обращаться будет внимание это на мордочку красивая она или некрасиво две пятнашки серенького потемнее и теперь будем переходить на 10 размер я хочу взять серый не очень темный все вы сами комбинируйте вот как решите чтобы была черная у вас голова или белая голова конечно по хорошему ласточки должна быть черная голова да но нам же как-то надо еще чтобы на это на этом фоне черного бисера выделялся черный глазик поэтому его как-то надо отделить а вот как его отделить надо подумать теперь один темный серый один посветлее серый потому что моя задумка чтобы вот этому белому светлому кристаллику и белым бусинкам у меня все-таки сходила ласточка на светлые тона вот поэтому мы сейчас начнем уже выходить на светлый тон теперь я предлагаю пройти вот по этому нижнему краю от нашей вот по этому краю от нашего клюва то же самое беру две светлых пятнашки как получится та или иная птичка ее мордочка какое как я говорю выражение лица будет у птички это вот как получится мне в комментариях дочка написала что бежевая птичка такая хорошенькая а вот синенькая не не столь прелестно получилось но я и ответила но как получается вот стараешься чтобы каждая была красивой так чуть поменьше и опять как мы мы с вами будем вот здесь вот мне кажется можно вот уже черного брать поменьше чтобы вот это наша наша птичка была уже тут грудка начинается она была посветлее поэтому перехожу на десятку то есть пятнадцатым бисером мы отделываем пока только около клюва чтобы на фоне вот этих бисеринок наших не потерялся клюв сам поэтому мы берем бисер гораздо мельче чем клюв биконус 3 миллиметра тем самым выставляя его на первый план опять иду от темного к светлому смотря по расстоянию сколько мне надо будет может по две бисеринки пришивать может по три может по одной смотря какое у вас здесь расстояние получилось еще раз прохожу весь этот ряд иголочкой возвращаясь опять клюву тем самым выравнивая ряд и опять таки нам надо всегда плясать от клюва это наш основной элемент клюв и глаз вокруг которых надо очень потрудиться теперь смотрите мы будем проходить ряды опять от клюва назад от клюва назад то есть как бы постепенно сходясь в середине но обыгрывая глаз то есть там где глаз черными бусинами ничего шить не будем глаз нам надо как-то выделить я поставлю здесь в серединке одну бисеринку пятнадцатого размера черную это как бы продолжение клюва будет уже на на нашем теле мне кажется что так органичнее будет смотреться именно от серединке я не с этого края взяла не с этого а именно в серединке как бы поддержать этот клюв связать его с основным изделием хотя ну тоже так спорный момент красиво это будет или некрасиво все это будет видно только когда сложится вся брошь надо было это делать или не надо так методом проб и ошибок вы нарабатываете какие-то элементы то есть над глазом я вот сделала вот такие вот три бежевых бисеринки как бы подчеркнуть мне хочется глаз но и немножко усложнить все-таки нашу птичку потому что но совсем вот в одной гамме мне кажется что просто и опять постепенно идем к светлым канал еще светлее серый 5 светло серый и беленький и теперь идем по низу второй ряд как бы вы поняли что нам надо сомкнуться в середине я уже беру по одной пятнашки всего чтобы наш вот эта зона клюва не разрасталась и потом буду уже десятом номеру то есть 15 размера бисера нам надо совсем немного но желательно чтоб он был голову наши птички мы закончили у меня получилось вот так вот и теперь приступаем к хвостику хвостик мы будем обшивать подобным образом но предлагаю начать от хвоста наши ряды то есть отсюда потом нижний ряд опять отсюда нижний ряд и смыкаться они будут как бы уже в серединке так будет мне кажется лучше вот здесь я поставил у меня было расстояние между бусинками и канителью я поставила две черные бусинки то есть мы будем идти от черного цвета к белому цвету я набираю две черных все вышиваю бисером 10 размера наша брошь вышита вот такая вот ласточка у нас получилось хороша не хороша вы мне пожалуйста в комментариях скиньте будет мне очень приятно и какая-то оценка моего труда все таки будет вами проделана вот смотрите вот здесь вот у нас такие параллельные линии вышли вот здесь то есть вы поняли самый основной принцип мы идем одна линия отсюда 1 отсюда параллельно 1 отсюда 1 отсюда так как бы сходясь вот сюда в середину вот это важно для многих элементов и так они обшиваются чтоб вот так вот ровно они лежали ну и теперь начинаем вырезать нашу птичку итак птичку мы вышли все готово и теперь мы будем обрезать нашу птичку для этого вам нужны очень острые ножницы чем острее ножницы будет тем аккуратнее получится ваша заготовочка обрезанная и смотрите для тех кто не сильно опытные кто делает первый раз броши я не советую вам обрезать слишком близко к краю вот потому что это все таки сложно будет сделать чтобы что-нибудь не срезать и вам потом понадобится очень много усилий чтобы восстановить все вот для тех кто уже чувствует в себе уверенность обрезайте как можно ближе но оставляя при этом где-то полмиллиметра на обшивку вот этого фетра сейчас я вырежу это крыло еще хотела что вам сказать вот если вы все делали как я говорила не спешили то у вас все вот эти швы они видите все должны быть за контуром этой птички ни один шов не должен выбиваться если какой-то шов будет выбиваться то все ниточка обрежется и бусинки или детальки отрежутся вот вот видите насколько буквально полмиллиметрика идет от наших швов у меня вот эти острые ножницы которые просто слушаются меня очень хорошо я берегу именно вот для такой работы когда идет обрезка броши кстати я сходила в тот же магазин где покупала эти купил еще одни на всякий случай чтобы были уж очень они хороши и те оказались не такими хорошими вот особенно тщательно вырезайте вот эту область головы и птички не забывайте что у нас вот здесь вот пришит биконус я вот даже сейчас сначала посмотрю с этой стороны где я могу обрезать только потом перейду вот на эту вся вот эта работа она такая очень очень осторожно все надо делать очень медленно никуда не спешите так вот так вот у меня видите выходит уже птичка наша вырисовывается да уже узнаем и то что хотим мы получить в итоге сейчас мы вырежем птичку и нам надо будет сделать задник птицы когда мы вырезаем крыло мы вырезаем вот вдоль вот этих вот бусинок которые мы пришили если у нас по нашей задумке пайетки и дропсы заходили выходили за эту тесьму то шов мы делаем прямо параллельно тесьме под пайетками и под дропсами сделаю птичку сделаю презентацию на птичку и на жука одна птичка уже улетела ее уже купили бежевенькую поэтому сделаю презентацию на оставшиеся вот уже в фото боксе с хорошим светом потому что вот этот свет конечно он совсем простецкий он упрощает наше изделие под которым мы делаем съемку фото боксе я не photoshop не применяю просто свет хороший со всех сторон здесь вот я слишком близко наверное обрезала вот не потому что я не затронула ничего не слетит но мне даже зацепиться не за что будет когда буду обширы обшивать задник я подровняю чтобы уже все так было то есть сильно вот близко-близко можете не резать все таки оставляйте какое-то какое-то пространство так проконтролируем нигде ничего мы не обрезали так нигде ничего вот такая птичка у нас вышла что мы делаем дальше дальше нам надо пришить задник птички для этого мы вырезаем вот такую заготовочку вот смотрите я примерно вот примерно вырезала точно также отступая от края там пол сантиметра сантиметр не важно но я не вырезала один в один такую заготовку но я наметила по нашей вот этой вот по нашему шаблону обрисовала еще раз чтобы примерно представлять куда мне крепить заколку и так я хочу прикрепить во первых когда вы возьмете заколки обязательно проверяйте вот здесь не выходит ли они ну хорошо ли они закреплены и у меня вот с таким заказ карабинчиком заколкой вот этот вот карабинчик обязательно потому что будет обидно если вы пришьете а заколка у вас развалится вот куда я хочу прилепить эту заколку я хочу ее вот как можно выше к верхнему крылу потому что если мы прикрепим посередине это тоже будет неплохо но если мы как прикрепим еще ниже то брошь у нас будет как бы отваливаться от изделия на которое мы будем его от платья или от пальто вот брошь будет хорошо сидеть когда заколочка вот это вот повыше это очень важно но чтобы она не выходила за края не было прорези то есть все равно вот так вот примерно мы вот здесь вот делаем такие пометки и стараемся складываем между этими пометочками вот так нашу заготовку и делаем маленькие надрезы небольшие вот даже наверно в эту сторону лучших перевернуть потому что видно что здесь совсем рядом край небольшие и теперь мы смотрим смотрите если наша птичка будет вот так какую сторону у нас должна быть повернута заколочка понятно что вот туда и мы вот на ту сторону стараемся просунуть туда один край и вот второе отверстие второй край вот так у нас получилось для тех кто хочет сделать задник филигранью закрыть вы берете филигрань и смотрите какой кусочек филиграни у вас сюда войдет вот допустим если вырезать плохими ножницами потому что испортит ножницы филигрань вот это сердечко да вот я часто вырезаю вот это сердечко и потом вот это сердечко вот сюда пришиваю вот или же можно какие-то веточки вот эти наоборот обрезать и сделать вот такую фигурную вставку то есть это вы уже решите сами как вам больше нравится я решила что я хочу чтобы у меня так моя птичка серебряная я хочу поставить вот такой вот металлическую фурнитуру очень красивую очень мне очень нравится фурнитура которая на алиэкспресс она просто замечательно вот и по цене и по и по качеству и по внешнему виду то есть замечательно только единственное что надо поискать то что вам надо чтобы совпадала по размерам по какому-то восприятию вашему как вы хотите вот я буду пришивать вот такую вот фурнитуру пришивать я буду до того как буду уже работать задником то есть вот вот прям сейчас я намечаю куда я хочу ее пришить смотрю чтобы она не выходила за края моей птицы давайте я ее пришлю наверное вот прям на заколку или можно или можно пришить ее вот так под заколочку мне позволяет принципе это расстояние сейчас я сейчас я закрою заколку и посмотрю как она будет смотреться наверно под заколку она красивее будет смотреться да ну давайте значит под заколку еще рассмотрю не выходит она ниоткуда как можно ближе заколочки и пришиваю ее пришиваю ее или бисером или бусинками если вы хотите бусинки какие-то я пришью бисером можно ее прошить вот здесь вот не только в те отверстия куда я бисер вставляю ну и по ходу как идет вот наша иголочка за какие-то ее перемычки спускаясь опять вот к этому вот отверстию стараясь не сбиваться как филигрань так и вот это вот этот элемент тут не обязательно крепить намертво то есть тут достаточно но 5 стежков и он хорошо будет держаться ну и раз мы уже пришиваем я иногда этого не делаю но раз у меня уже тут игла и заколка я пришью еще и заколочку очень аккуратно здесь есть отверстия я пришью в эти отверстия нашу заколочку у нас будут небольшие стежки видны можно этого не делать так уходим наизнанку и закрепляем нить так итак у нас получилось вот такая вот заготовка задника вот такая вот наша брошь и нам надо их совместить вот видите мы нарисовали мы примерно знаем куда их совмещать это очень удобно что я делаю я хорошо клеем промазываю вот эту заколку опять я использую этот момент гель достаточно плотно можно даже вот вот эти вот места я не буду сейчас закреплять специально нашу брошь то есть уплотнять ее как-то мне это кажется совершенно не нужно в некоторых брошь их не нужно вот это жесткая жесткая основа будет брошь наша немножечко такой мягкой но не очень мягкой то есть так как мне надо и теперь я совмещаю клей наносите столько чтобы он ни в коем случае не вышел за рамки нашей птицы нам вот это вот безобразие ни к чему у нас все очень-очень аккуратно стремитесь к этой аккуратности во всем на каждом этапе больше всего прижимайте вот эту я больше всего клея нанесла вот на эту заколочку вот вы ее подержите прям вот буквально там минутку-две дайте ей скрепиться и и теперь где у нас выходит наша нить вот отсюда и я начну отсюда обшивать нашу птицу то есть я теперь уже только ровняю задник вот на этом этапе вернее в этом месте где я начну обшивку наши птицы вырезаю вот такой совсем небольшой кусочек вот это важно не надо сразу обрезать по контуру все равно у вас птица сместиться по мере обшива и и может где-то не хватить нижнего края я два раза прошиваю без бисера вот у меня очень маленький вот этот вот кусочек за который можно зацепиться и поэтому мне сложновато сейчас вот эти первые моменты но зато в итоге потом будет очень аккуратно так вот два раза я сделала сейчас я пойду в сторону головы где голова особенно очень аккуратно совмещайте две детали и все пошли обшивать как обшиваем берем бисеринку с изнанки но задней стороны выходим через прокалывая два слоя на перед входим нашу бусинку и подтягиваем и бусинка ложится вот так вот на ребро но даже не на ребро я не знаю вот таким вот образом ложится бусинка точно также берем еще одну бисеринку прокалываем два слоя с расстоянием в миллиметр друг от друга входим в эту бисеринку бисеринку и подтягиваем дальше работаем таким макаром обшивая нашу птичку вот сейчас обошьем пол головы при подходе к клюву мы сменим 10 бисер обшивки на пятнашку чтобы как бы более тонкая была работа чтобы клюв у нас не был таким как у попугая чтобы клюв остался как у ласточки когда это сделать вы должны почувствовать на свое на своей птичке сами то есть где можно чтобы было такое расстояние обшивка побольше а где чтобы она начала уменьшаться я постоянно каждую бисеринку подтягиваю но это просто мой такой уже стиль мне так удобно некоторые я смотрю когда вышивают они не подтягивают просто ниточкой так закрепляют и все это вы уже сами как чувствуете даже не вижу есть там за что зацепиться вот так близко я обрезала это хорошо но трудно работать с этим но результат будет красивый видите я все еще и до десятка я не перехожу на 15 бисер еще десяточкой пройду сейчас я наверное уйду на пятнашку на 15 бисер его надо совсем чуть-чуть только вот на область клюва но желательно чтоб он был так смотрится более аккуратно не вижу даже куда теперь мы обрезаем когда мы дошли до этого элемента мы обрезаем следующий участок но опять-таки я далеко не иду я обрежу вот образ область нашей грудки и остановлюсь 15 размером бисера конечно же работает намного сложнее но изделия получается более утонченные есть мастера которые работают только пятнашкой у них очень красивые броши получаются мне очень нравится таких людей я знаю так смотрите я дошла вот до нашего клюва и вот здесь вот мы можем обшивать по кругу да а можем вот я даже не знаю надо по кругу обшивать или нет сейчас я еще одну бусинку прошью а потом посмотрю можно кстати самый самый такой вот пик ставить черную бусинку это будет как бы продолжение клюва так вот ну что я наверно нет я все-таки пойду по кругу маленькие они незаметно и пойду по кругу проходим здесь тоже где-то пол сантиметра пятнашкой и возвращаемся на 10 размер то есть выполним вот ювелирно вот это вот часть мордочки острие и все остальную брошь мы обошьем уже бисером 10 размера вот так вот постепенно как прошьете один элемент срежьте следующий небольшой участок опять дойдете до окончания этого участка следующий срежьте вот так вот будет идеально задник ваш совпадать с вашей верхней частью основной броши основной частью задники можно сделать из чего угодно можно было сейчас уплотнить брошь и пришить кожу натурально или эко кожу неважно замшу можно было вот я думаю что достаточно теперь у меня пойдет 10 номер можно было как я в сине-серой ласточки сделать обшивку бархатом вот обшивка бархатом для меня это самый сложный элемент если тем более вот такая брошь фигурная где много подрезов где и крылья и хвостики то есть не просто круглая да но вот вот такая вот для меня самое сложное я вряд ли смогу вот так вот в рамках мастер-класса показать это просто надо отдельный урок сделать как сделать задник с бархатом задник с бархатом смотрится дорого-богато мне очень нравится как смотрится но там работы очень много это сложная работа и все броши с задниками бархат у меня как бы стоят сразу дороже ну и тут смотрите вот я сказала что моя брошь птичка это второй уровень сложности то есть но средний не совсем простой но не сложный но мы же могли и усложнить нашу брошь мы могли допустим этот наш кристаллик обшить каким-нибудь образом теми же поедками очень много разных способов поедками обшить красиво вокруг этот кристалл поедками бисером там неважно можно было просто бисером обшить оплести его да но вот это уже усложнило бы наша нашу брошь вот задник можно было бархатной сделать и брошь бы было бы уже гораздо сложнее внешне бы она не сильно отличалась но для тех людей кто понимает знает как бы они видели бы эту разницу и так вот я наверно встречу с вами теперь когда мы все обошел и уже поговорим о том что у нас получилось в итоге хорошо не хорошо свое мнение вот но и еще смотрите сейчас я скажу не сказала я сразу каким цветом обшивать нашу брошь можете взять любой цвет который вы использовали в своем изделии это может быть и серый и белый там и и даже бежевый может быть какого угодно но я ориентировалась на то что все таки наша вот эта обшивка канителью но она серебряного цвета изначально я хотела бабочку бабушке про бабочек все время ласточку черно-бело серебристую и поэтому как бы так как серебра здесь но и не так уж и много я решила все-таки обшивку сделать серебряного цвета вот а вы можете черную взять но еще конечно очень важно чтобы вот эта обшивка она все-таки сочеталась с вашим фетром да вот если в данном случае у меня фетр черный вот мне кажется если бы я тут светло-серым обшивала но как-то бы это простила бы наше изделие вот но все встретимся когда наша птичка будет готова еще вот такой вот элемент хотела вам объяснить смотрите когда у нас идет линия вот так а потом она меняет направление как в этом случае делать обшивку вот мы обшиваем обшиваем и дошли вот до этого уголка который меняет направление сделайте один стежок без бисера вот смотрите как бы уложив вот этот вот последний бисер ровно прямо вот один но он меня вот не сильно хорошо лег мне не очень хорошо видно вот второй точно так же как и с бисером но сделайте без бисера вот и как бы вот эта линия у нас закончена а следующие мы уже начинаем с новой бисеринки то есть они не будут притягиваться эти бисеринки друг другу и тем самым скруглять нам вот этот вот угол понимаете как бы одна линия будет идти закончена и вторая начинаться закончена вот видите вот это важные моменты которые тоже надо учитывать при обшивке чтобы обшивка ваша не портила вашу брошь наоборот украшала и какие-то элементы подчеркивала и дальше пошли обшивать совершенно обычным образом до того момента где опять будет какой-либо угол опять в самом углу мы делаем стежок без бисера и начинаем как бы все заново но теперь уже точно встретимся когда обошьем нашу птичку вот такая птичка у нас получилось мне кажется что получилось очень хорошо на такая хитренько у меня вышла она не тяжелая кто-то мне написал что раз я говорила если стеклянные бусинки то брошь будет тяжелая на не тяжелая на легкая вот подойдет на любой вид ткани она такая немножко объемная за счет того что у нас материалы разнокалиберные тут и мелкие крупные и пайетки вот разнофактурная вот такой вот задник вышел у броши мне кажется что получилось хорошо очень интересно узнать ваше мнение что получилось у вас или не получилось но вот и нравится ли вам моя птичка я сделаю еще презентацию своих птичек посмотрим как они будут смотреться при хорошем освещении на этом я прощаюсь с вами до свидания всем всего доброго до свидания субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...